Приветствую вас, давайте мы с вами рассмотрим такой довольно-таки коротенький вопрос. Меня тревожит навязчивые мысли, всё нормально касается моего ребёнка. Я переживаю, что кто-то навредит, случится что-то плохое. Очень ужасные мысли меня беспокоят. Пишет Ольга. Ольга, традиционно подобные проявления, связанные с тем, что вы запрещаете себе злиться на своего ребёнка. Эта история не про то, что реально может случиться с вашим ребёнком. Эта история именно про то, что вы сами проецируете свою злость на ребёнка в такой форме, запрещая себе выражать её более прямым образом. Вот, и отсюда, соответственно, у вас такой страх. Поэтому здесь есть важный момент, чтобы вы приняли и разрешили себе злиться. на человека, ну, на вашего ребёнка, ну, на человека, маленького. Вот, если вы себе это запрещаете делать, что как раз появляются проблемы, вот, связанные именно вот с тем, о чём вы говорите. навязчивость навязчивых мыслей появляются как раз в результате определённых чувств ваших. Вот, и соответственно эти чувства и составляют основу для ваших мыслей навязчивых. работать, работать нужно именно с ними, вот, взаимодействовать нужно именно с ними, вот, и дальше, соответственно, вам будет уже несколько проще. Ну, проще просто, вот, взаимодействовать с экспериментом с собой, если вы разрешите себе злиться, например, на своего, на своего дитя, вот. Такой момент. Не исключено и другие, ну, другие варианты, конечно, тоже. Вот. Но в данном случае пока, пока этот вариант является самым очевидным. На этом всё, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания. До свидания.